Весь смысл его протестов укладывается в одной фразе «Уважайте свою Конституцию». Когда полиция пытается кого-то незаконно задержать, он цитирует закон о полиции, вы должны представиться, вы должны показать документы, вы должны озвучить причину задержания. Человек цитирует закон, и человек как бы его задерживает и пытается унизить этим, а он, цитируя закон, показывает, что он стоит выше тех людей, которые его задерживают. И, конечно, это, мне кажется, не может не вызывать злости со стороны полиции. Может быть, именно поэтому он стал первым человеком. Он требовал освободить Надежду Савченко, которую считал незаконно заключенный под стражу. Он требовал мира на Донбассе, он требовал, чтобы русские добровольцы ушли из Донбасса и не воевали там, потому что только если все стороны откажутся воевать, тогда будет мир. Он требовал свободу узникам 6 мая, которых тоже задержали и отправили в тюрьму ни за что. Праг сейчас — это просто возможность видеться, возможность ходить на свидания и возможность ездить на свидания, когда он будет в колонии. Я действительно не могу без него жить. Я действительно чувствую себя так, как будто от меня отрезали кусок. Я люблю этого человека, и для меня даже не стоит вопроса выходить, не выходить замуж, помогать или не помогать этой информационной компании. То есть я знаю, например, что для Ильдара было очень важно, чтобы люди знали, за что он выходит, и потом, когда его уже сажали в тюрьму, за что его сажают в тюрьму. Вот я стараюсь об этом рассказать, то, что человека посадили в тюрьму просто за то, что он требовал соблюдать Конституцию.